Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. РСТ подтвердила обоснованность повышения тарифов на проезд в Кирове. Экономические предпосылки для обращения перевозчиков в наш адрес есть, заявил глава региональной службы по тарифам Максим Михайлов. Его слова приводит источник онлайн. Михайлов указывает на повышение стоимости топлива на 20-30% со времени предыдущего подорожания билетов два года назад. Также он отмечает снижение пассажиропотока на четверть. При этом руководитель тарифной службы признает, что рост цен на проезд – это дополнительная нагрузка на граждан. Но сохранение тарифов на нынешнем уровне может повлечь за собой дальнейшие проблемы с осуществлением автоперевозок, говорит он. По словам Михайлова, конкретные цифры могут появиться в начале марта. Экономика на 101FM В Кирове увеличился спрос на аренду жилья. Пик спроса по России в целом пришелся на вторую половину 2021 года, когда начала снижаться доступность покупки жилья. Арендные ставки выросли в среднем на 13%, сообщает Авито-недвижимость. В Кирове средняя стоимость поднялась на 11% за год примерно до 10 тысяч рублей, а предложение по съемным квартирам снизилось на 22%. Наибольший рост спроса на съемные квартиры в Приволжском федеральном округе в Самаре – 23%. Средняя стоимость аренды там 15 тысяч рублей в месяц, а за 10 тысяч там сейчас дают по данным портала Самара Онлайн. Квартиру, например, где ванны и стены окрашены в синие еще в советские времена, установлены ванны и унитаз, из декора только трубы и три пластиковых полочки уголка. А в Ижевске желающих снимать квартиру за год даже стало меньше, спрос снизился на 1%. Экономика В завершение о курсах валют. Доллар на сегодня 74 рубля 99 копеек. Евро стоит 85,36. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM